Класс вокала Людмилы Бойко, настоящая кузница талантов, ее бывшие ученики выступают на ведущих театральных площадках России. Сейчас у нее занимается шесть человек и пять из них мальчики, трое из которых стали дипломантами международного конкурса «Волшебный мир искусства». В конкурсе «Волшебный мир искусства» в этом году приняло участие 400 исполнителей из России и зарубежных стран. Как выяснилось, главным испытанием и для преподавателя, и для учеников стал заочный формат мероприятия. Запись видео оказалась большой проблемой. У нас маленькое помещение, и записать чистый звук очень непросто, когда слышимость между кабинетами, между классами большая, и нужно, конечно, создать полную тишину, и вся школа в этот момент находится в состоянии полной тишины, чтобы записать, и чисто получилось. Самвелу Артеняну 16 лет. Он пять лет занимался аккордеоном, затем решил попробовать себя в боевых искусствах, а сейчас уже четыре года занимается пением. Побеждать ему не впервой. Только в этом году он уже стал дипломантом международного конкурса вокалистов «Белла Воча». И вот новая победа. Хотя сам Самвел не вполне доволен выступлением. Когда записываешь на телефон не так качественно, не всегда получается показать свой характер зрителю, чтобы он понял, что ты хочешь донести до него. Ну а сами были довольны исполнением, которое у вас получилось? Нет. Еще один дипломант конкурса – Арсений Дудинов. Сейчас ему 10 лет, а петь начал в 6. Параллельно осваивает фортепиано. Но по признанию Арсения, больше ему все же нравится пение. Я играю на пианино, и я выбрал пение, ну потому что это искусство, а я очень люблю искусство. Я сам захотел, мне предложили родители, и я согласился. Михаил Коровицын занимается вокалом чуть меньше своих коллег всего два года. К победе на международном конкурсе «Волшебный мир искусства» отнесся спокойно. Впрочем, этому есть причины. Мне нравится петь, и все говорят, что у меня талант к пению. Ясно. Ну а сам ты как ощущаешь? Ну, мне тоже нравится петь, очень классно и интересно. Март оказался удачным и для других воспитанников ДШИ. В соседнем классе занимается младшая группа ансамбля народной песни «Потешка». Пока международных наград они не получили, зато с успехом выступили на окружном конкурсе «Здравствуй, Масленица». Не отстают от вокалистов и инструменталисты. Десятилетняя Ксения Арефьева тоже приняла участие в окружном конкурсе «Здравствуй, Масленица», откуда привезла сразу два диплома, хоть это и было нелегко. Когда я выступала на скрипке, играла на скрипке, ну, я волновалась. Когда выступала на францебиану, я уже не так сильно волновалась, потому что знала эту сцену, понимала, как на ней выступать. Руководство школы отмечает позитивный момент в том, что проведение фестивалей и конкурсов после долгого перерыва, связанного с пандемией, постепенно набирает обороты. Каждый ребенок, занимаясь, хочет видеть какой-то результат, поэтому конкурсы в этом плане, концерты, даже классные какие-то мероприятия, они очень важны. Кроме того, наши мальчишки и девчонки дают еще один повод для гордости жителям округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.